Псалом Асафа Так близко, как воздух к устам человека, которым мы дышим, близко имя Господне к нам, а напомним, имя Господа крепкая башня, спасается в нее праведник и безопасен. Призови меня в день скорби твоей, изму тебя и прославишь меня. Это радостные слова. Близко имя твое. Псалом рожден из мыслей о Боге Судии. И здесь Господь предстает перед нами в духе апокалипсиса. Когда изберу время, я проведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Это говорит Господь. Земля колеблется от грехов, живущих на ней. Колеблется она и я утвержу столпы ее. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Когда изберу время. Время суда укрыто даже от ангелов. Суд будет произведен через мужа праведника, перетерпевшего болезни, воскресшего из мертвых, Господа Иисуса Христа. Он будет судить вселенную. О дне и часе том не знает никто, даже небесные бесплотные воинства. Когда изберу время, я произведу суд по правде. На этом суде грешник не устоит. И нечестивый не окажется в собрании праведника. Это будет истинный суд по правде, ибо судья будет неподкупен, не будет адвокатов и прокуроров, будет только обличающая совесть и все дела наши и мысли, пришедшие на глаза праведника, судящего вселенную. Для того, чтобы человек заранее к этому приготовился, Псалом говорит, говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно, ибо ни от востока, ни от запада, ни от пустых гор, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Рег беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога, не возгрязайте нос от урога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ни же от исход, ни же от запада, ни же от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. В этом псалме несколько раз повторяется слово рог, а именно три. Это семитское выражение, означающее славу и могущество. Так мы говорим в нашем богослужении на литии «вознеси рог христиан православных». Были роги у жертвенника, хватаясь за который грешник был безопасен. Так рог означает также и средства спасения. Эти слова показывают нам, что нужно изучать псалмы для того, чтобы понимать богослужение и некие тонкости божественного писания. Чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. Это не то вино веселья, которое веселит сердце человека, о котором также поется в псалмах. Это вино ярости Божией, вино гнева, которое сравнивается, может быть, с точилом апокалипсиса, которое топчет гнев на Господь, которое дает переливающееся вино через края и заливает землю. Вообще дух псалма, где Господь выступает судьею, неизбежно, невольно, логично связывается с духом апокалипсиса. Бога, изображаемого так, трудно любить. Его нужно бояться, воздать ему славу и честь. В этом, собственно, и заключается дух ветхозаветной морали. Бойся Бога и заповеди его храни. С этого нужно начинать. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева, все роги нечестивых сломлю и вознесу сыроги праведных. Как будет хорошо, если мы будем на суде оправданы и услышим сладкий глаз, призывающий нас на царство. Как будет страшно, если мы проведем свою жизнь пусто и неправильно, и услышим грозный глаз, отсылающий нас в противоположную сторону. Чтобы случилось первое, и мы избежали второго, мы должны встречаться в саду божественных песен и назидаться вечными словами, призрастающим в этом саду, а посему до встречи в нем, ибо он и не вянет, и не прекращает приносить полезные для нас плоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok